Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения! С вами Елена Сидникова. Итак, не знаю, как примастить это платье. Конечно, можно было бы повесить на манекен, но там потом неудобно было показывать то, что хочу вам показать. Итак, близится к завершению это платье. Скоро я его примерю и покажу на себе. А сегодня расскажу о своих мыслях, как я бы изменила кое-что, если бы немножечко подумала вперёд. Но так не случилось. В общем, то, что есть, то есть. И мы сегодня с вами немножечко разберём схемы. Схемы я оставляла во вкладке в сообществе. В данном случае вот эту схему. Дам некоторое пояснение для начинающих. А вяжу я вот по этой схеме. Они немножко тоже отличаются. Поэтому смотрите внимательно. Я расскажу об этих отличиях. И расскажу о своих изменениях. В общем, давайте начинать. Напомню, что спонсором этого проекта является замечательный магазин стоковой итальянской пряжи. Там только бобинная пряжа. Магазин называется Филата Итальяна. Леночка, громаднейшая благодарю за такую возможность повязать из очень качественной пряжи. Пряжа здесь называлась фреска. Разобрали. Но я предупреждала, что пряжа стоковая. Поэтому ловите момент. 420... Ой, прошу прощения. 480 метров было на 100 грамм. Пряжа шнурковая. Это вот такой хлопковый шнурочек. И вторая пряжа тоже итальянская. Но тоже... В общем, по-моему, сейчас нет в наличии. Я эту пряжу подмешивала. То есть это был подмот к основной пряже. Здесь хлопок лен. Вот как раз скажу об этом. Наверное, возможно, это моя ошибка. Я думала, что мне не хватит пряжи. И немножечко помочь этому, чтобы все хватило, я подмотала, сделала подмот вот этой пряжи. Да, полотно красивое. Вот такой легкий меланж, если присмотреться на лицевой глади. Но вязать не очень удобно, потому что нужно постоянно контролировать себя. Вот немножко ниточка вытянулась. Это, наверное, мои коты. В общем, контролировать себя, чтобы захватить, сделать захват этих двух нитей. В общем, этого можно было не делать. Поэтому, если вы еще не начали вязать из этой пряжи, я знаю, что многие из вас заказали эту пряжу фреска. Вот видите, даже на ажуре немножечко видна вот эта вторая ниточка. Так что можно было это не делать, а вязать чисто из вот этой шнурковой пряжи и все. Это вот то, чтобы я сейчас и изменила. Конечно же, я не буду ничего перевязывать. Меня все устраивает. Не забудьте о том, что пряжа дает усадку небольшую. Дайте больше на свободу облегания. И будет все хорошо. Но пряжа очень классного качества. Дальше. О первом своем изменении я вам сказала. Я вязала бы только чисто вот из этой пряжи. Чтобы я еще изменила это. Когда я вязалась сверху вниз, вязалась крючком. Кстати, вот эта крючковая схема очень сюда подходит. И она есть во вкладке в сообщество. Вот. И вязалась сверху вниз. И вот здесь у меня было на 12 рапортов. вот этого узора. Вот здесь узор состоит из 12 рапортов. И узор идет на расширение. Вот это я и не учла. Мне бы просто нужно было посчитать. То есть, вот эти 12 петель вот здесь в итоге превращаются, внимание, в 36 петель. Представляете? В одном ряду 36, в другом ряду 24. Ну, до этого я дойду еще. Так вот. Если бы я изначально рассчитала вот эти 12 петель не на 22 рапорта узора, а сделала поменьше, мне бы, ну, я бы быстрее связала это платье и, наверное, сэкономила пряжу. Пряжи хватит. У меня сейчас осталось в бобинке где-то 50 грамм. 40 грамм весит конус. Вот сейчас у меня в этой бобине 92 грамма. Мне, ну, вполне хватит на длинное платье, которое можно носить под красивый ремешок. В общем, все хорошо. Все хватает. Даже при таком раскладе. Но об этом я считаю, что я должна вам рассказать. Вот этот вот листик, вот эти листики, их у меня 22. Представляете? 22. А вот этот рапорт 12 петель. 12 петель. И очень сильное расширение, если вы помните, эту схему применяли вязальщицы при вязании круглой кокетки. В принципе, можно было бы и связать им не так. То есть, вот эту круглую кокетку вместо вот этой крючковой тоже будет красиво. Поэтому, девочки, кто не вяжет крючком, вы спокойно можете изменить немножко модель, связав вот эту круглую кокетку и оформив вот таким образом низ платья. Так вот. У меня изначально вот здесь вот было на 22 рапорта узора. Вот эта ширина. У меня было столько петель. И можно было бы в первом ряду, когда я переходила на вот этот узор, в первом ряду просто уменьшить количество петель. Это было бы, я думаю, что незаметно. Хотя, может быть, я ошибаюсь. Но в следующем платье, если бы я вязала его таким узором, а может быть, еще и буду вязать, я бы вот здесь убрала несколько бы рапортов узора, чтобы не был вот такой шикарный валан. На самом деле, конечно, 792 петли у меня сейчас вот здесь вот внизу. Я очень долго вяжу вот этот ряд. И слишком шикарный вот этот валан. Друзья, обратите внимание, если вы следите за модными показами, на ютубе много каналов на эту тему. Нам показывают то, что модно, какие тенденции, какие модели. Сейчас в моде, во-первых, опять пришла мода валанов. Я не знаю, вы помните, где-то, наверное, может, 70-е, 80-е были платья такие с тремя валанами. Ну, тогда это я носила и с ситца, и с хлопка. А сейчас это можно применить в нашем вязаном полотне. Очень модные, пышные рукава. Такая спущенная линия. Вот здесь вот широкая лодочка. Она, можно сказать, заканчивается на плечах и потом идёт вот такой широкий рукав-фонарик сразу вот от этого места. Так что вот эту модель можно изменить и под вот эту очень модную с этим фонариком. И можно, конечно же, добавить вот этих валанок. Но у меня в платье, которое я назвала, кстати, Ассоль, один валан и продолжение. То есть у меня вот закончился раппорт узора вот этого листика и продолжение пошло вот этим красивым ажуром. Сейчас о нём поговорим и хочу рассказать, как я изменила схему. Я вам как-то в каком-то видео показывала, как вязать ажур при восточном методе вязания. И мы с вами разбирали, как я вяжу петли наклон вправо-влево. И вот эта петля, это на схеме, она обозначена как три вместе с центральной лицевой. Вот на схеме так выглядит эта петля. Я вам показывала, как это вяжу и делаю я. И вы мне там написали, что вы даже не знали о таком способе. И он намного быстрее при провязывании. Мне очень приятно. Так вот, вот эта вот петля с центральной лицевой, если мы посмотрим на схему, то она, вот эта петля, идёт вот в этом ажуре. Вот видите, три вместе с центральной лицевой. И если вот до этого момента по схеме ещё можно провязать этот манёвр, сделать вот эту петлю с центральной лицевой только вот здесь. Ну и потом раппорт повторяется. И вот здесь вот одну петельку, когда у нас листик вывязался. Это ещё куда не шло. Но когда мы вяжем ажур, и вот идёт очень часто через каждую петлю, вы будете делать вот здесь накид, три вместе с центральной лицевой, накид, три вместе с центральной лицевой. Девочки, это нереально. Это нереально. При таком количестве петель это нереально. И я в этом ажуре провязывала здесь просто три вместе. Никакой центральной лицевой у меня здесь не было. Просто провязывались три петли вместе, накид, три петли вместе, накид. Вот таким образом. Иначе вы это будете платье вязать вечно, если делать каждый раз в этом ажуре центральную лицевую. Это вот одна вам ещё одна подсказка. Ну, во всяком случае, делюсь своими мыслями, не навязывая. Если, конечно, у вас хватит терпения, то, пожалуйста, вяжите здесь центральной лицевой. Но вот так выглядит этот красивый ажур, когда просто петли провязаны три вместе. Так, что ещё я хочу вам сказать. Вы мне там писали, когда я оставила вот эту схему в сообществе. Она немножко отличается вот от этой. Я сейчас её дорисую и покажу, в чём отличие. А вот здесь, вы видите, идёт две вместе перед накидом. В этой схеме здесь этой петли две вместе и накид нет. Вот здесь вот я сейчас дорисую, чтобы вы понимали, если вы пользуетесь вкладкой в сообществе, что вот эта схема немножко не такая, по которой вяжу я. А вот, что нам даёт вот этот накид и две вместе, вот эта схема правильно, ну, неправильно, по которой вяжу я. Она даёт нам продолжение листика. То есть, он вот такой вот дырчатый до конца. В этой схеме, вот в этой, он у вас будет дырчатый на половину. То есть, у вас вот эти вот дырочки закончатся вот здесь, накиды, а дальше этого накида двойного нет. Ну, то есть, вот накиды у нас идут и внутри листика тоже вот эти накиды. Так вот, внутри листика во второй его части по той схеме, которая в сообществе, вот этих дырочек нет. У вас останется, ну, то есть, вот досюда будут идти вот эти внутренние дырочки, а здесь пойдёт, ну, как бы, плотный листик лицевые. Ну, и вот этот накид, конечно, останется. Может быть, так тоже будет красиво. Я сейчас дорисую эту петлю, которой нет вот в этой схеме, которая в сообществе. вот эту схему я оставить не могу. По каким причинам, я думаю, что вы знаете. Теперь, вот здесь, когда вы дойдёте до, ну, когда у вас уже листик вот этот сойдётся, вы вяжете его, и здесь вот эта вот эта схема накид, лицевая, накид, три вместе. Повторюсь, я не вяжу здесь с центральной лицевой. Потом идёт три лицевые, три вместе. В общем, я вяжу немножко по-другому. Если вы будете вязать по вот этот ряд и дальше по такому же принципу, то у вас не получится вот такой ажур. Чтобы получился вот такой ажур, вяжите по вот как вы вязали вот здесь его. И вот этот ряд опустите, а продолжайте вязать вот этими рядочками, которые у вас ниже. Здесь схема поменялась. Я думаю, что она поменялась, потому что дальше идёт переход на лицевую гладь. Это у нас вообще-то круглая кокетка. Это у меня вала на платье. А вообще это круглая кокетка. То есть вы отсюда начали вот это у вас горловина, пошли вязать круглую кокетку, а после вот этого у вас идёт лицевая гладь. Хотя тоже не совсем если связать эту маечку, футболку именно вот этим ажуром, а не переходить на лицевую гладь, будет тоже очень красиво. Так что учтите, вот этот ряд я у себя опустила, а заменила его вот этими нижними рядами. То есть та схема, как вы вязали вот этот ажур, так я и продолжила вязать вот этот ажур без вот этих трёх лицевых, потом три вместе, ну как там на схеме. в общем это моё изменение схемы и я буду вывязывать платье до конца, оно будет достаточно длинным и конечно же будет вот такой ажур, ну дальше будет просто ажур. Можно конечно было бы когда закончился вот этот листик вывязываться, можно было бы продолжить опять вот эти листики, но если бы я продолжила вот этих листиков у меня бы стало ровно в два раза больше. Представляете, у меня сейчас их 22 раппорта 792 петли, а если бы я пошла ещё вязать вот этими листиками, то есть у меня вот здесь бы был листик и ещё вот здесь бы был листик, то есть 36 петель делим на 12 как изначально вот здесь было, ой, да даже не в два раза, а в три раза, то есть у меня в этих 36 петлях бы поместилось три вот этих вот листика и тогда это платье я бы не закончила наверное никогда, но если бы изначально я уменьшила вот здесь количество рапортов вот этих листиков, возможно было бы всё по-другому, вот сейчас у меня 22 рапорта спокойно можно было бы оставлять валан этот наверное даже на 18 рапортах ну зато получилось очень красивое шикарный такой валан я это всё примеряла смотрится просто классно я не жалею но вас вот предупреждаю что можно изменить те петли которые вы уберёте вы же не можете сюда на низ платья выйти на слишком узкое количество но если только на девочку или куклу вязать то да но вы сюда выходите на определенную ширину петель у вас конечно здесь будет много в первом ряду перед вот этим ажуром уменьшите петли на нужное количество рапортов допустим как я сказала на 18 вот этих вот листиков это не будет заметно сужение потому что дальше у вас идёт листик на расширение и рапорты вы таким образом сократите думаю что я донесла до вас эту мысль сейчас дорисую схему и немножечко хочу разобрать вы у меня спрашивали я понимаю что много вязальщиц которые начинающие вот я сейчас вот так вот подержу какое-то время камеру не двигая вы спокойно можете остановить видео либо сделать скриншот экрана и посмотреть какие здесь обозначения вот это чёрное поле вы видите нет петли некоторых вводит в шок вот это обозначение что такое нет петли девочки всё очень просто нет петли это значит нет петли зачем же тогда нам это нарисовали а затем чтобы показать вам ну визуально как выглядит этот листик если он идёт на расширение как правило в схемах где есть такое обозначение нет петли значит схема на расширение как же нужно вязать да очень просто начинаем вязать вот отсюда раз два три четыре лицевых накид лицевая накид четыре лицевых и сразу продолжаем вязать вот этот накид три вместе с центральной лицевой накид и дальше начинаем второй ряд мы возвращаемся если мы вяжем по кругу мы возвращаемся здесь видите обозначены только четные ряды то есть лицевые но мы вяжем по кругу поэтому у нас следующий четный ряд пойдет лицевой мы как бы возвращаемся назад но по кругу мы идем по спирали но тем не менее этот же лицевой ряд вернее изнаночный ряд он у нас присутствует если вы вяжете обратно поворотными рядами естественно следующий ряд у вас будут все петли изнаночные вместе с накидами а так следующий ряд мы вяжем все петли лицевые это будет второй ряд третий ряд начинаем вот отсюда две вместе с наклоном влево две лицевых накид лицевая накид лицевая накид лицевая накид две лицевые И 2 вместе с лицевой наклон вправо. И сразу пропускаем вот это место, где у нас нет петли, обозначение вот черное, нет петли. И провязываем после вот этой 2 вместе с наклоном вправо. Мы вяжем опять накид, 3 вместе лицевая, центральная, накид. Вот и все. Каждый раз мы начинаем узор, возвращаемся опять, все петли лицевые, накиды все лицевые провязываем. Какой у нас? Пятый ряд. Начинаем вязать отсюда. Опять 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, накид, 2 лицевые, накид, лицевая, накид, 2 лицевые, накид, 2 лицевые, 2 вместе с наклоном вправо и потом лицевые, 3 вместе лицевой, центральной лицевой сверху, накид, все. Вот такие здесь обозначения. Какие здесь петли обозначения? 3 вместе с лицевой, центральной, лицевая, накид и 2 обозначения, 2 вместе с наклоном влево и с наклоном вправо. Всё, здесь других обозначений нет. Так что не бойтесь, когда вы видите вот этот квадрат, вы просто не обращайте на него внимания, когда понятия. А то мне пишут, я даже не понимаю, что такое нет петли. Просто нет петли. Это обозначение на схеме просто для того, чтобы красиво нарисовать нам схему, как правило, в тех схемах, где есть расширение. Вот и всё. Теперь про это я сказала, что здесь можно спокойно заменить вот этот символ. Просто три вместе, лицевой, безо всяких, центральных. И выглядит это очень-очень красиво. Итак, покажу вам, что нужно изменить. Если вы хотите двойной ажур вот здесь вот, то советую вам перед накидом провязать две вместе лицевой с наклоном вправо и с наклоном влево. В той схеме, которую я оставляла во вкладке «Сообщество», а вот этого элемента нет. Имейте это в виду. Я вяжу по вот этой схеме. И здесь вот эти элементы есть. Так что дорисуйте. Дорисуйте вот здесь. Да, ещё. Сейчас момент. Ещё нужно кое-что изменить. Вот здесь у вас будет, когда у вас вот это сойдётся, у вас вот здесь будет три вместе лицевой. Когда накиды закончатся, вы вот эти, вернее, не здесь, наверное, а вот здесь будет этот значок. Вот он. Три вместе лицевой провяжете. И всё. Вот все изменения по этой схеме. Я думаю, что я донесла до вас, что схемы немножечко разные. Я вяжу по вот этой схеме. Это же абсолютно такая же. Только вот здесь вот чуть-чуть я изменила. Две вместе лицевой с наклоном влево и с наклоном вправо перед накидом. А вообще, чтобы легко запомнить схемы, придумывайте о себе считалочки. Провязали две вместе. Вот посмотрите на схему. Вы видите, что вот эти две лицевые, которые идут после двух вместе, то есть между вот этим накидом, они идут по всему периметру листика нашего. А вот здесь уже просто меняется. Листик идёт на расширение. Здесь просто добавляется петля. Вот когда вы какой-то алгоритм, уцепитесь за него, чтобы легче запомнить схему и не ошибаться. Теперь ещё немножечко хочу остановиться о карбоновых спицах от КНИТПРО. Я просто от них балдею. Вы мне там некоторые писали, что где-то сорока на хвосте принесла, что плохо двигаются петли по этой спице. Она лёгкая, она приятная. Кончики острые и гладкие. Вот вам демонстрирую, как двигаются петли. Если для вас это туго, тогда они вам не подходят. Вот так вот двигаются петли. Это хлопок, учтите. Достаточно плотная ниточка, не скользящая, но тем не менее, посмотрите, как движутся петли. Это отличное скольжение. Руки отдыхают. Вам не надо все эти петли держать. Вы подвинули какое-то количество петель и вяжете. Они все у вас здесь. Их не надо ловить, не надо их удерживать. Они просто у вас здесь есть. И рука отдыхает. Так что ещё раз хочу вам показать и развеять вот этот миф, когда говорят, что петли плохо двигаются в карбоновых спицах. Очень хорошо двигаются. Скольжение не такое скользкое, как у Ади, но оно и не нужно. И вы видите, что я вяжу со средней степенью плотности. Вы видите, что у меня не расхлябанные петли. Я не могу сказать, что петли расхлябанные у меня, поэтому движется вот так вот легко. Нет. У меня средняя плотность вязания. Но вязать ими это удовольствие. Вот вы видите, я открутила, вот она в руках у меня, это спица, кстати, вяжу на четвёрке. Открутила спицу, собрала две лески, двумя коннекторами. У меня здесь, представляете, уже, наверное, около трёх метров длина по периметру платья. Я собрала две лески, соединила их коннектором, который есть в этом наборе. И спокойно могу примерить платье и посмотреть. И также спокойно откручу вторую спицу, прикручу заглушку и пойду стирать своё платье. Мне не нужно. Представляете, 720 петель мне переснять каждый раз, когда я хочу померить или когда хочу постирать до того момента, пока я не закрыла петли. Это очень удобно. Девочки, вы видите, я перешла на этот набор. Был у меня здесь джинджер деревянный, но вот этот узор провязывания, накид, три вместе лицевой, накид, три вместе лицевой, вот этот манёвр, три вместе лицевой. Я поберегла деревянные спицы, но они, конечно, не сломаются, но такой узор вязать лучше вот этими металлическими от джинджер. Аде я не куплю ни за что. Всё познаётся в сравнении. И сейчас это вот спицы от КнитПро, съёмные со всеми вытекающими. Тем более здесь восемь пар спиц, лески, заглушки, ключики, коннекторы. В общем, всё здесь есть. И стоит шесть с половиной тысяч рублей. Поэтому сейчас это мои фавориты. Всё-таки решила одеть на манекен, чтобы показать вам эту красоту. Посмотрите, как красиво смотрится низ платья. А вот этот прекрасный ажур. Очень красиво. Но вывяжу всю пряжу. Будет платье длиннее, чтобы могла носить под поясок. Я мерила, мне очень нравится. В общем, друзья, это моё самое красивое платье. Я желаю вам, чтобы и у вас появилось такое. Скоро завершение, скоро примерка. И ещё раз благодарю хозяйку магазина Филата Итальяна, которая прислала на обзор мне эту прекраснейшую пряжу. Ну, а на этом я буду заканчивать уже затянувшийся ролик. Я вас всех обнимаю, всех люблю. И до скорых встреч. С вами была Лена Ситникова. Пока-пока.